Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога в Духновенной Псалтире и сегодня мы будем читать 148-й Псалом. В толковой православной Библии об этом Псалме говорится. Этот Псалом является выражением необыкновенного, восторженно-благодарного подъема чувств еврейского народа, приглашающего собою, как бесплодных ангелов, с 1 по 2 стих, все светило небесное, с 3 по 6, так и все находящееся на земле, силы и явления природы, растительный и животный мир, с 7 по 10 стих, всех людей и все народы, с 11 по 12 стих, восхвалять Господа за возвышение им своего избранника, свой народ. И мы имеем надписание в этом Псалме по греческой септуагенте, Аллилуйя, Агея и Захария, я уже объяснял эти надписания, Агея и Захария, можете посмотреть в предшествующих беседах. И 148-й Псалом в еврейской традиции имеет надписание только слово Аллилуйя, Халлилуйя, и церковно-славянский текст, он следует за септуагентой, поэтому с еврейским надписанием совпадает только Аллилуйя, а вот это добавление Агеи и Захарии присутствует только по септуагенте и по церковно-славянске, возможно, у Иеронима Блаженного, но под рукой нет этого текста. Количество стихов, как я уже сказал, небольшое, 14 стихов, и мы читаем. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних». Что значит «хвалите Господа с небес»? Кого мы можем призывать, мы, живущие на земле, хвалить Господа с небес? Ангелов. Поэтому дальше и говорится второй стих. «Хвалите Его все ангелы Его», то есть с небес, а мы подхватим на земле. «Хвалите Его все воинства Его». Воинство Его — это солнце, луна и звезды. И далее это раскрывается. «Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет». То есть то, что называется все воинство Его. «Хвалите Его небеса небес», то есть то, что превыше обозримых небес, и вода, которая превыше небес, в понимании древних, небесные воды или хляби небесные, это то, что проистекает прямо из небесного храма, небесного ковчега Завета. И далее мы читаем пятый стих. «Да хвалят имя Господне, ибо Он рек, и они явились». То есть Бог создает небо, создает землю, создает ангелов, солнце, луну речениями своими. «Да хвалят имя Господне, ибо Он рек, и они явились», то есть все эти воинства небесные. «Повелел и создались», то есть им есть за что воспевать Его, и солнце, и луна содержатся Его словом, и звезды. «Поставил их вовек и век века», то есть их существование одней древних, и мы не можем проследить, где оно прекращается. «Повеление дал, и не пройдет оно», то есть слова Божьи непреложны, Его повеления имеют вечное значение. «Хвалите Господа с земли, змеи и все бездны». Все бездны, то есть повеление Его быстро как бы приходит на земле в исполнение, по Златоусту дает плодородие ей, то есть земле, хвалите Господа, земли, то есть есть за что, змеи и все бездны. В понимании древних змеи питаются прахом земным, а бездна – это то, что связано с преисподними местами земли, все это как бы во власти Бога. «Огонь, град, снег, лед, ветер бурный, исполняющие волю Его». То есть все стихии природы, они подчинены воле Бога, потому что Он руководит этими стихиями через ангелов, и об огне, граде, снеге, льде, о ветре бурном сказано, что они все исполняющие волю Его. «Горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры». Ну, я объяснял образ кедров в Палестине, это самые высокие деревья, ну, никаких баубавов там не знали, а вот то, что кедр – самое высокое дерево, знали. «Звери и все скоты, гады и птицы пернатые», то есть и животный мир, подчиняются воле Бога. «Цари земли, они поставляются Господом», сказано в Библии. «И все народы, Господь сам разделил языки, чтобы люди научились подлинному единству в церкви, удалившись от вавилонского единства, которое было единство в Гордыне, когда люди вознамерились построить башню от земли до неба, тогда Господь и разделил их на разные языки, то есть на разные народы. «Цари земли, все народы, властелины и все судьи земли, юноши и девы, старцы с юнейшими», то есть юнейшие – это младенцы, «да восхвалят имя Господне, ибо превознесено имя Его единого, прославление Его совершается на небе и на земле». То есть все творение небесное, земное, звери, скоты, гады, птицы, пернатые, цари, народы, властелины, судьи земли, юноши, девы, старцы, младенцы – все восхваляют Бога. И последний стих этого псалма. «И он возвысит силу, возвысит силу по-славянски, рог, то есть подымет рог, мощь народа своего. Такова песнь у всех преподобных Его». То есть так должны петь преподобные Его, прославляя Бога через многообразие стихий природы, многообразие форм животной жизни, человеческой жизни. Тут разные возраста даются, от юноши до старца, от девы до младенца, то есть до юнейших. «И он возвестит силу народа своего, такова песнь у всех преподобных Его, у сынов Израиля». То есть если они сыны Израиля, то есть если они последуют Иакову, который был высок в любви. У сынов Израиля народа, приближающегося к нему, то есть имеются в виду остальные народы, которые еще не стали Израилем, но приближаются к нему. В христианском прочтении прославление Бога совершается в церкви, в том числе и ради тех людей, которые только проходят воцерковление, оглашение, приближаются к нему, то есть к Богу, вступая в общину сынов Израиля, то есть нового Израиля, церкви Божией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok